Всем привет! Меня зовут Татьяна Широких и я специалист по технике в компании ЛБР. Сегодня мы с вами находимся на одной из самых масштабных сельскохозяйственных выставок Золотая Нива 2023. На нашем стенде представлено более 50 позиций для выполнения различных задач в сельском хозяйстве и не только. Сейчас мы вам их покажем. И первый у нас стоит Алексей. Привет, Алексей! Привет, привет, Таня! Расскажи, какая у тебя техника? У нас здесь представлены китайские погрузчики. Это телескопический погрузчик Агримастер с грузоподъемностью 3,5 тонны. А также фронтальный погрузчик Мастер, также китайского производства, грузоподъемностью 2,5 тонны. Спасибо тебе! А мы идем дальше! Привет, Иван! Привет! Расскажи, какая у тебя техника? У меня представлены тритера Фармера от нашего китайского производителя. Вот здесь представлен трактор. Это флагманская наша модель 180-й серии Фармер FPL 2204. Мощность 220 лошадиных сил. Он оснащен уже передными балластными грузами, задними они установлены на колесах. Там имеется 4 пары гидровыходов. С гидравлической системы здесь идет Бош. Двигатель стоит самый надежный китайский двигатель ЮЧАЙ, который есть в Китае. 220 лошадей. Здесь еще представлен трактор мощности 140 лошадиных сил в серии 120. Там есть 120 лошадей, 135-140. Здесь, так скажем, представлен самый крутой из них 140 лошадей. Тоже соединен передными балластными грузами, задними, позиционером. Здесь у нас показан с погрузчиком Ацак Сельмаш, тут 1500. Сюда можно поставить погрузчиком грузоподъемности 200. Наши рабочие лошадки там дальше 90 лошадиных сил. Тоже комплектация с балластными грузами. Спасибо тебе, Иван. Мы идем дальше. А следом у нас идет менеджер Евгений. Евгений, привет. Расскажи, пожалуйста, какая техника у тебя тут стоит. В нашей части стоит прицеп, полуприцеп турецкого производства ТС-15. Грузоподъемность у 15 тонн. Выгрузка у него производится через задний борт. Здесь мы видим как раз установленный шнек производства по августам Т-458. Он установлен в штатный высыпной лоток. Соответственно, при его установке нет необходимости резать борт и делать какие-то дополнительные отверстия. Все, спасибо тебе, Жень, большое. Так, наша следующая техника это сейлка. Олег, привет. Привет. Это сейлка Баскурт турецкого производства. Здесь у нас 6-метровая с травяной приставкой. Так же есть 5,4, 3,6 захват. Ну и в комплектации уже в стандартной. Вот 4 гидроцилиндра на дожим сошников. Такого вообще ни у кого нет. Вот. Мощная рама. Есть транспортная, есть прикатка. Поэтому обращайтесь. Сейлки всегда в наличии. Да, Баскурт это турецкое производство. А мы идем дальше. И следующий у нас Андрей. Привет, Андрей. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, какая у тебя техника представлена на выставке. На выставке представлены в навесных исполнениях. Это садовый опрыскиватель и полевой штанговый. Садовый и полевой штанговый. Это все производство Турция. Агроли. Производство Казань-Сельмаш. Транспортировщик на 11 кубических метров. Смешивает ядохимикаты. Ну и различные удобрения. Также представлен самоходный опрыскиватель БАРС ОС-3000. Производство Казань-Сельмаш. Штанга 28 метров. Клиренс 1,6 метра. Емкость 3000 литров. Спасибо тебе большое. У нас осталось еще много интересного для вас. Так что смотрите дальше. Мы идем. И совсем рядом с опрыскивателями у нас расположились системы для полива. Иван, привет. Расскажи, пожалуйста, про систему. Привет, Татьяна. Ну, на сегодняшней выставке представлены у нас даджевальные машины итальянского производства. Компания-производитель РЭМ. Данная машина 490 метров. Диаметр шланга 110 миллиметров. Также в ассортименте есть 300, 400, 500 метров данных машин. И еще тоже занимаемся мы широкозахватными системами полива. Производитель Турция Атлантис. У нас машины есть линейные, есть круговые, есть передвижные. Под каждый участок подберем технику. Поэтому прошу, заходите на мой стенд. Вот, кстати, да. Я вам хочу сказать, что вы можете прислать просто реквизиты поля. И мы вам бесплатно рассчитаем всю систему полива. И у нас следующая техника. Вадим, привет. Привет, Татьяна. Рассказывай, что у тебя имеется. Мы здесь представляем грядообразователь Д-45 на 130 с гидравлическим катком от итальянского производителя Форига. Предназначен он для создания гребня. В данном случае гребня под посадку моркови. А также можно создавать гряду для лука. А еще для овощей у тебя есть что? Еще для овощей есть весовая станция с упаковщиком. Показывай. Здесь у нас представлен весоупаковщик Минского экспериментального завода, который предназначен для упаковки в сетку овощей от 2,5 до 25 килограмм. Спасибо большое. Мы идем смотреть дальше. И у нас наконец-то девушка Александра. Александра, привет. Привет. У меня здесь разбрасыватель органических удобрений турецкого производства на 15 тонн. Надставные борта, две оси, разбрасывающая система байпас со съемными лопатками. И у нас есть такие прицепы на 12, 15 и 18 тонн. Всегда будем рады помочь вам. Спасибо большое, Александре. Идем к блоку кормозаготовки. Как я вам и обещала, следующая техника у нас кормозаготовка. И тут нам поможет Артур. Привет, Артур. Да, привет. Скажи, пожалуйста, какая у тебя тут техника представлена? Здесь у нас представлены косилки двух видов. Итальянский билон. Также модель у нас стоит с плющением. Демона на резиновых вальцах. И китайский производитель косилки с шириной захвата 2,7 метра. А грабли у нас чьи? Грабли у нас двухроторные стоят. Это тоже Италия. Инароси уже давно на рынке. И на большинство из этих товаров у нас эксклюзив в нашей стране. Ну да, вот, кстати, хочу сказать. Билоны Инароси, они себя уже вообще в России зарекомендовали. Можем предоставить очень много отзывов. И расскажи еще, Артур, что у тебя есть. Также у нас есть техника для брикодавления кормов, для заготовки. Сзади нас стоит ТСУ, измельчитель рулонов. Представлен он в двух видах. Также у нас есть в наличии смеситель кормораздачек. Данная модель это Sirius на 8 кубов. Представлен абсолютно эксклюзив в России. Эта модель называется GANELA, нарезчик силосных масс. Она также представлена в двух видах. Работает как на дизеле, так и от электропривода. Хорошо, Артур, спасибо тебе большое. У нас осталось еще немного. Идем дальше. Николай, привет. Добрый, добрый, привет. Рассказывай, чем богат? Хочу представить ваше внимание. У нас есть мега классные аппараты по внесению минеральных удобрений. Навесные на 1000 литров. Такие уже побольше, чуть-чуть на 3000 литров. Тоже можно на подкормку использовать. И самые большие, тоже очень классные турецкие разбрасыватели. Вся линейка турецкая. Очень рекомендую нашим покупателям. Поль, а что это за чудо техники? Это чудо техники называется аппликатор для внесения жидких удобрений и карбамидомиачной смеси. Простонародний КАС. Это машина прицепная, два крыла для внутрипочтного внесения всех растворов наших, для подкормки. Мы подошли к Андрею. Андрей, добрый день. Здравствуйте, Татьяна. Расскажи, пожалуйста, какая техника? Так, ну техника у нас здесь разнообразная представлена. Например, давайте начнем с почвообработки. Вот это каток Гладио, производства компании X-POM. Замечательный каток, измельчитель прижневных остатков. Далее идут плуги, Эйпер, турецкого производства, оборотные. В общем, линейка очень широкая, можно подобрать практически под любой трактор. Ну, это вообще монстр, можно сказать, мерседес среди катков. Это прикатывающий каток Maximus. Агрегатируется с тракторами от 180 лошадиных сил. Тоже показывает очень хорошее качество обработки по поверхности. Полностью гидрифицированный. 12 метров раскладывается легким нажатием руки. И вот хочу обратить внимание, коллеги, на вот этот замечательный агрегат. Производство компании Terrimoz, Турция. Это компакта 6. Это предпосевной культиватор, который тоже будет показывать замечательную обработку за счет расстановки своих именно органов. И у нас остался еще блок запчастей. Идем к стенду. И мы подошли к Максиму. Максим, привет. Расскажи, пожалуйста, что у тебя здесь представлено. На нашем стенде представлены комплекты узких колес для тракторов МТЗ. Комплекты широкопрофильных колес для тракторов МТЗ. Сельхозшины для тракторов John Deere, тракторов Case, тракторов New Holland. Запасные части расходники для кормозаготовки в виде шпагата. Сетки для пресс-подборщиков, пленка для обмотчиков рулонов. Также представлены на нашем стенде пленка подкладочная, укрывочная для силосных траншей. На этом стенде у нас представлены расходники для плугов, расходники для культиваторов, в виде зубовых баронок, стойки, лапки. Здесь представлены расходники для сейлок, диски сошняков, диски колтеров. Здесь у нас представлены расходники для дисковых орудий. Диски барон, корпус режущего узла, сельхозшины для прицепов, для прицепных орудий, для плугов, для культиваторов. И дополнительно комплект узких колес для работы в междуряде. А мы вам напомним, что это только самая малая часть запчастей. На наших складах в наличии их просто огромное количество. Успейте к нам позвонить. Сегодня мы показали вам лишь малую часть того, что есть у нас в наличии из техники и запчастей. Хотите узнать больше, заходите на наш сайт lbr.ru. Ссылка будет традиционно внизу, в описании к данному видео. И оставляйте заявку, наши менеджеры обязательно с вами свяжутся. Всем участникам выставки мы желаем успешного сезона, богатого урожая. И чтобы все у вас получилось. А для того, чтобы получилось, обращайтесь к нам в ЛБР. Мы всегда поможем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!